Большой провал или камбэк финской компании. Первые часы Сунта собраны полностью в Китае. Итак, большой обзор Сунта Рейс. Поехали! Распаковка и первые впечатления о часах были в предыдущем ролике. Я прикреплю здесь ссылочку. Хочу сказать, что с этого момента очень многое изменилось. Пока я собрался записывать обзор, прилетело уже крупное обновление, которое так или исправило многие косяки, которые меня бесили именно в первые дни использования этих часов. Но давайте обо всем по порядку. Итак, первое, с чего нужно начинать большой наш обзор, это корпус и общий дизайн. Здесь, конечно же, 10 из 10 баллов. Тогда как я каждый раз говорю, что терпеть не могу дизайн Garmin, Polar, да даже Coros. Но Сунта при всей своих недоработках, они постоянно радуют именно своим стилем. И это очень круто. И на самом деле часы получились компактными относительно больших защищенных моделей. Те же самых Фениксов или Эпиксов от Garmin. И весят они всего 83 грамма с ремешком. Однако есть лайфхак. Если купить шпильки под 22 миллиметра и поставить ремешок просто нейлоновой лентой, то можно очень даже сэкономить. У меня получилось в таком формате часы 73 грамма. Далее идет дисплей. Дисплей здесь, конечно же, AMOLED. И это очень здорово, потому что AMOLED часы на самом деле выглядят очень и очень здорово и презентабельно. А информация на них читается просто идеально. Если раньше были какие-то вопросы, то сейчас, наверное, не осталось ни одних часов с AMOLED дисплеем, которые бы плохо читались на солнце или плохо выглядели. Сунта здесь пошли по своему пути. Они не стали поддаваться в эти маркетинговые уловки, а поставили нормальное такое сапфировое стекло. Итак, перешли к самому интересному. Интерфейс. Он здесь измененный по сравнению с предыдущими моделями часов и стал действительно лучше. К слову, скажу, что последнее обновление 2.30, оно прилетело и на Сунта Vertical и на 9PiC Pro. И теперь вот этот самый интерфейс с виджетами, он также появился и на предыдущих часах фирмы. Хорошо ли это? Да, это хорошо, потому что новый интерфейс реально работает быстрее. И в версии прошивки, которая была из коробки, интерфейс все-таки он, даже этот обновленный, лагал. Но после обновления 2.30 он стал немножечко быстрее. Об этом я уже говорил в первом обзоре, что такое ощущение, что Сунта искусственно замедляет интерфейс, чтобы добиться максимальной автономности. Структура с виджетами такими вертикальными, как на часах Garmin, как на часах Corus, она работает классно. Она действительно более юзабельная, чем старая вот эта горизонтальная прокрутка. Однако, однако, я бы хотел видеть эти виджеты чуть-чуть поменьше, чтобы на этом большом экране вмещалось 3 виджета сразу для просмотра, а не 1 большой и 2 чуть-чуть обрезано. К слову, также хотелось сказать о кнопках управления. Теперь у нас есть коронка. Это здорово, она крутится. Но здесь есть небольшая недоработка, которая лично мне не нравится. В одну сторону мы, когда начинаем пролистывать экран либо свайпом, либо коронкой, открываются виджеты. Но в другую сторону, если мы пролистываем, открывается список наших тренировок. Хорошо ли это? Скорее всего, нет. Потому что тоже быстрая тренировка открывается при нажатии на верхнюю клавишу. Получается у нас дублирование свайпа вверх и верхние клавиши. Это не совсем удобно, потому что чем мы чаще пользуемся? Листаем виджеты, чтобы добраться до нужной информации, либо запускаем тренировку. И было бы реально гораздо удобнее, чтобы и в другую сторону свайп или поворот коронки открывали виджеты, но с обратной стороны пролистывали. Это было бы очень удобно, потому как сейчас, при постоянном пролистывании, пока мы доберемся до самых ниже их виджетов, пройдет уйма времени. Это реально бесит. Добавились очень классные виджеты тренировочной нагрузки. А тренировочная нагрузка – это расчетный параметр, который позволяет как раз-таки увидеть четко недельный объем тренировок. Будь то зал, будь то бег, будь то ходьба, будь то велосипед. Все что угодно. Также новомодная вещь, которая была добавлена в последних версиях прошивки и перекочевала также на Vertical и на 9Pig Pro – это HRV или вариабельность сердечного ритма. ВСР очень хорошо показывает, когда мы перетренированы, когда мы плохо за ночь отдохнули. Он показывает уровень стресса, и мы можем, опираясь на эти цифры, планировать уже конкретно свои тренировки. Что добавили еще из такого? Вот что должно быть? Несколько будильников. Казалось бы, мелочь, но действительно раньше такого не было. Можно было ставить один будильник. Сейчас, пожалуйста, хоть 10. И это правильно, это классно. Наконец-то это сделали. Также добавили функцию «Найти телефон». Можно клацнуть на часах, и телефон будет звонить. Это тоже здорово. Иногда очень помогает. Что еще было улучшено с обновлением 2.30? Поднятие запястья. Теперь время до включения дисплея составляет… Практически ничего не составляет. Он включается очень быстро. Не так, как было раньше. Тогда, как я говорил, что перед поднятием руки и активацией дисплея может пройти даже не полторы секунды. Сейчас этого, конечно же, нет. Круто, что появился экранный фонарик. Это, конечно, бомба. Я всегда этого ждал, потому что, блин, мне нравятся фонарики на часах. И он-то действительно очень яркий. То есть дисплей полностью загорается белым цветом и просто вот выжигает все на свете. Но, опять же, повторюсь, выжигает все на свете. Хотелось бы, хотелось бы несколько хотя бы режимов, чтобы один был максимальной яркости, а второй наполовинку. Это хорошо реализовано в Garmin, например. Там есть три режима подсветки. Один, например, красный. Блин, почему не сделать так же, не знаю. Итак, ребята, пришлось чуть-чуть приодеться. В продолжении разговора об интерфейсе. Уведомления. Уведомления классные. Мне, например, нравится больше, чем Garmin. Почему? Потому что здесь они выскакивают сразу на весь экран. Это действительно здорово, удобно, особенно во время тренировки. Когда в Garmin мы, например, поднимаем руку и видим, что пришло от того-то сообщение. И чтобы нам его посмотреть, нам нужно нажать дополнительно кнопочку вниз, и тогда сообщение откроется. Тогда как здесь сразу он открывается на весь экран, и это реально экономит время. Однако есть и косяк. Эмодзи в 2023 году на часах Сунта пока что не отображаются. Просто появляются квадратики. Тут я могу просто развести руками. Надо было это сделать, надо было. Но почему недоработка опять? Сунта, блин. Мы теперь получили классное управление коронкой вот этой. Оно действительно удобное. Оно действительно лучше, чем трехкнопочный режим. И как раз-таки появился сразу у меня вопрос, который мне задавали в комментариях. Как часто получаются ложные срабатывания коронки? И во время интерфейса тренировки сама коронка ни за что не отвечает. Она работает только в некоторых экранах. Например, когда у нас сплиты по километру, мы коронкой можем пролистывать. Либо когда у нас карта включена, мы можем пролистывать масштаб. Они сделали кнопки и вот эту коронку максимально удобными. И ложных срабатываний на коронку, как, например, у меня было в Apple Watch, в часах KOROS, KOROS Apex Pro. Там даже при небольшом сгибе запястья у меня коронка могла нажиматься. Здесь же вообще никаких проблем нет. Притом, я проводил одну тренировку на Токсовских высотах с палками тренинговыми для трейл раннинга. И действительно, за три круга, которые были там 14-13,5 километров, у меня было всего одно случайное нажатие. Бесячая вещь в интерфейсе. Мы на днях пробовали отключить Always On Display в тренировке. Однако, однако, этого нельзя сделать практически не отключая какие-то другие функции, либо не уменьшая точности GPS. Это очень печально, потому что раньше можно было в настройках тренировки именно выбрать пользовательский режим энергосбережения и включить или выключить все, что нам нужно. Сейчас у нас есть только четыре предустановленных режима, которые мы можем использовать. И с выключенным Always On Display только режимы с самой максимальной энергосберегающей эффективностью. То есть, GPS будет самый низкий, CSS датчик на запястье будет отключен, и вот тогда можно будет отключить Always On Display. Все. Почему так сделали? Непонятно. Я все-таки надеюсь, что в будущих прошивках они это исправят. Тем более, что раньше в часах это все было. Почему сейчас отключили? Непонятно. Сунта, блин, ну вы вообще даете. Переходим к следующему, что очень многих фанует. Это датчики. Датчики CSS и GPS. GPS здесь топовый на самом деле. Это двухдиафазонный многочастотный датчик, который прям, ну, ловит практически все. Был косяк в прошивке, которая была из коробки. Опять же, я это связываю с настройками энергосбережения Сунта. И порой, действительно, там, выбегая из какого-то, из подмоста или забегая в глухой лес, мы получали небольшую такую пилу на треке GPS. Прошивки 2.30. Они это поправили. Опять же, походу, немножечко больше энергии теперь расходует наш приемник GPS. И, действительно, треки получаются просто идеальными. Но один негативный момент все-таки есть. Довольно долго ловит сигнал. Тогда как на Garmin мы можем выйти, включить. И буквально там через 3 секунды уже у нас поймается сигнал. Здесь же нам нужно иногда ждать секунд по 30. По поводу датчика CSS. Понятное дело, что это не самый современный датчик. Однако в моем тестировании сравнение с датчиками Garmin с нагрудным датчиком Polar H10 он показал довольно-таки хорошие результаты. Действительно, даже от нагрудного Polar H10 в базовых тренировках отклонения весьма-весьма незначительны. Единственные были косяки, о которых я говорил в первом ролике. О том, что иногда получались какие-то завышенные показания в покое. То есть вдруг ни с чего, ни с сего. Они, ну, так, браз, 110-130. Хотя у тебя CSS там 65. В начале тренировки они могли немножечко на 2-3 минуты запаздывать. То есть когда ты уже бежишь с CSS 130-135, они тебе показывают 120. Сейчас же, опять же, с обновлением прошивки 2.30 вот этот момент нейтрализован. Переходим к спортивным режимам. Здесь их уйма сразу из коробки мы получаем. Ребята жаловались, стало очень много лишних. Но в этом проблемы на самом деле нет. Мы можем зайти в приложение и удалить просто фактически все. Я на самом деле так и рекомендую делать, потому что те режимы, которые предустановлены в часах, их нельзя редактировать никак вообще. Ни через часы, ни через приложение. А если мы создаем новые спортивные режимы непосредственно в приложении, мы можем уже настраивать экраны, поля данных и все что угодно. И максимально делать их под себя. Самый большой недостаток спортивных режимов Sunto, я считаю, это то, что нужно подключать дополнительные Sunto Plus функции. Допустим, если мы бегаем трейлеранинг по холмам, то чтобы нам получить, допустим, нормализованную скорость, ну или это темп с учетом уклона, либо индикацию наших подъемов с градиентом, с расстоянием подъема, нам нужно подключать эту функцию Sunto Plus. Это может быть действительно неудобно, но к этому, в принципе, привыкаешь. И уже спустя несколько недель недостатка в этом нет. Однако, это просто очень разный подход между Garmin и Sunto. Также Sunto, конечно же, не подойдут для людей, которые любят структурирование тренировки в зале. Тогда как в Garmin есть полноценные тренировки в зале, есть вот эти анимированные человечки, которые показывают, что нужно делать. В Sunto этого нет. В Sunto мы просто видим нашу тренировку, в которой идет время, мы можем максимум поставить Sunto Plus таймер подходов и отдыха, и все. В дальнейшем как раз таки тренировочная нагрузка за эти упражнения, она рассчитывается, исходя из данных нашего пульса. И никаких дополнительных информаций о том, на какие мышцы были тренировки, что мы делали, не будет. В этом плане, конечно, пролет полный, и будут они этого делать? Скорее всего, нет, потому что никогда Sunto не позиционировали себя как часы для людей, которые занимаются воркаутом, фитнесом, в спортзале. Вероятно, поэтому мы не видим более расширенных беговых метрик, таких как время контакта с землей, вертикальные колебания. Даже Apple Watch показывает вертикальные колебания, время контакта с землей и все-все-все прочее. Sunto не до этого, опять же, мы trail running, нам обычный бег не интересен. Ребята, очень интересовалось сравнение функции Climb в Sunto и Climb Pro в Garmin. В Sunto Climb мне довольно-таки понравился. Очень классно, когда они отсекают наши подъемы и спуски, и сразу мы видим, что у нас было, как мы преодолели подъем. Особенно, если мы бегаем по одному и тому же маршруту, кругу с подъемами, и мы можем как раз-таки каждый раз после этой отсечки смотреть, как мы преодолевали тот или иной уклон. Понятное дело, что Climb Pro в Garmin, он будет более информативен именно из-за того, что если у нас есть маршрут для бега, опять же, то он нам будет показывать окончание подъема и сколько осталось метров вертикальных и горизонтальных до его окончания. Также хотелось бы заострить внимание на мощности. Как часы измеряют мощность бега? Если Garmin у меня стандартную мощность на моей беговой тренировке показывал в среднем, там, 340-350 Вт, то Sunto показывает на сотку меньше. Напомню, что мощность бега – это именно расчетные понятия, и каждая компания, она так или иначе, использует свои какие-то данные и на работу. Про карты я как раз-таки тоже рассказывал в предыдущем ролике. Этот, наверное, самый крупный вообще апдейт в часах Sunto за не то что последнее время, а вообще за все время. И действительно, карты реализованы классно, здорово. Но был, конечно, у них недоработка, опять же, что минимальный масштаб был всего 500 метров. И если мы в каком-то большом лесопарке, или нам нужно действительно посмотреть маршрут относительно каких-то топографических ориентиров, то мы просто их могли не увидеть на таком масштабе. Сейчас же с обновлением 2.30 масштаб минимальный увеличился до 2 километров. И теперь действительно картами пользоваться удобно. И хочу также пару слов сказать о приложении еще. Я знаю, что многим оно не нравится, якобы оно не информативное и неудобное. Однако я считаю приложение Sunto одним из лучших вообще в принципе на рынке. Гарменовская меня честно бесит. До некоторых показателей там, чтобы добраться, нужно перейти через десяток пунктов меню. Это реально неудобно. Ну и плюс дизайн, Гармен, это отдельная история. Здесь же все просто, лаконично. Есть HRV, есть восстановление, есть тренировочная нагрузка. Есть сразу у нас наша лента с тренировками. В принципе, очень все быстро и очень все наглядно. А тепловые карты, они вообще это one love. Мне очень нравится как раз таки смотреть месячную, годовую тепловую карту. О том, например, на велосипеде, где я уже был, где я не был. Я, например, люблю разные маршруты и постоянно по этой тепловой карте смотрю, куда я еще в этом году не катался. Ну и теперь перейдем к батарее. На самом деле я сначала тестировал на старой прошивке, которая была из коробки. И у меня до 50% часы разрядились ровно за 6 суток. Это отслеживание сна, выключенный always on display, тренировки каждый день. То есть у меня за 6 суток было 7 часов тренировок аэромных. В последнем обновлении 2.30, когда, как я уже сказал, они немного ускорили интерфейс и улучшили работу датчиков, автономность немножечко снизилась. Теперь у меня точно так же со 100% до 50 часы живут 5 суток. Итак, мы считаем, часы живут 10 суток. В принципе, это все равно, все равно больше, чем любые другие часы с AMOLED дисплеем. Ну и еще один огромный плюс Sunta Race, это, конечно же, стоимость. Они действительно на четверть дешевле, чем Forerunner 965 или Polar Vantage V3. Конечно, да, часы компромиссные. Нельзя сказать, что у них все круто. У них есть свои недоработки, у них есть свои мелочи, которые реально не нравятся или бесят. Для типичных любителей Garmin, я думаю, что Sunta не понравится, потому что у них другой дизайн, у них более простое меню, у них нет такого обилия метрик. Однако, если вас бесит дизайн Garmin, как и меня, если вас бесит приложение Garmin, как и меня, если вам нужны часы, которые действительно не выглядят как максимально спортивные или дровосецкие фениксы, вам нужно надеть их, допустим, даже под костюм, черные Sunta Race смотрятся очень и очень круто. Судя по тому, что они пишут в своих заявлениях или отвечают на вопросы блогеров, инфлюенсеров относительно своих часов или программного обеспечения, о том, что они действительно хотят развиваться и так или иначе допиливать программное обеспечение, это прям вот имеем все шансы на то, чтобы в дальнейшем, через еще полгода получить, например, новые обновления, которые закроют новые функции или сосуществующие косяки. А в следующем ролике у меня будет битва лоб в лоб, Garmin Forerunner 965 и Sunta Race. Кто победит?